Уважаемые дамы, господа, сегодня действительно мы с вами присутствуем в этом зале накануне очень важного и трагического события в истории нашей страны. Завтра, 24 января, будет отмечаться столетие принятия циркулярного письма Оргбюро ЦК РКПБ, которое тогда возглавлял Яков Михайлович Свердлов о расказачивании. Оргбюро, напомню, это та организация, которая занималась распределением назначения в кадров на местах. И фактически это была та организация, благодаря которой Свердлов осуществлял свой контроль над партийными кадрами. И этот документ, он получил начало системной государственной политики по расказачиванию. Если дословно, один из пунктов гласил так. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Нельзя говорить, что репрессии против казачества начались только в 1919 году. Шла гражданская война, репрессии были годом раньше, убийства были годом раньше, и красный террор начался до этого. Но события 1919 года показывают, насколько этот документ уже довел ситуацию до действительно кровавого и массового уничтожения целого сословия, целой этносоциальной группы, или, как считают сами казаки, целого народа. И мы должны с вами представлять, что этот документ по своим последствиям имел очень важное значение. Потому что вместо того, чтобы вести какие-то переговоры, вместо того, чтобы разделять людей и делать какие-то аналитические рассуждения о том, кто участвовал в борьбе советской власти, кто не участвовал, поголовно уничтожали целые станицы, хутора, убивались люди. И это привело к массовому восстанию на Верхнем Дону, в знаменитой станице Вешенской, известной нам по произведениям Шолохова. И не случайно уже в марте 1919 года сами же большевики вынуждены были отменить эту директиву как ошибочную. Ошибочка вышла. Расстреляли огромное количество людей, настроили против себя огромные массы казачества. И вот такая ошибочка произошла. И понятно, что по последствиям этот документ является краеугольным камнем вот той политики красного террора, которая была развязана при непосредственном участии тогдашнего главы Советского государства Якова Михайловича Свердлова, именем которого названа и наша область, и одна из центральных улиц Екатеринбурга. И в связи с этим Екатеринбургское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, членом которого я являюсь, при поддержке Екатеринбургского регионального отделения Общества развития исторического просвещения «Двуглавый Орел» подготовила следующее заявление, приуроченное к этим трагическим событиям. Уральское отделение Всемирного Русского Народного Собора обращает внимание жителей Екатеринбурга и области на то, что 24 января 2019 года грядет трагическая дата в истории России, столетие директивы Оргбюро ЦК РКПБ о расказачивании, которое возглавлял тогдашний председатель ВЦИК, глава Советского государства Я.М. Свердлов. Уральское отделение ВРНС выражает надежду на то, что в год столетия этой трагической даты внимание общественности будет обращено на личность Якова Свердлова, именем которого названа наша область и одна из центральных улиц Уральской столицы, являющейся своеобразными воротами в город. Убеждены, что имя одного из инициаторов разгона учредительного собрания и уничтожения казачества, идеолога красного террора и развязывания гражданской войны в деревне, соорганизатора убийства святой царской семьи, должно стать предметом широкой общественной дискуссии, направленной на целесообразность сохранения его имени в современной топонимике, призванной прежде всего носить воспитательный и нравственный характер. Заявление Екатеринбургского отделения ВРНС поддержано местным отделением Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». О чем говорит это заявление? О том, что мы выступаем не за немедленное переименование, а мы выступаем за широкую общественную дискуссию по этому очень важному вопросу в жизни нашего региона. Для того, чтобы отбросить вот все эти устоявшиеся мифы о том, что это дорого стоит. Ведь обратите внимание, в 1918 году, в момент гражданской войны, когда, казалось бы, денег вообще ни на что не хватало, но Владимир Ильич Ленин поднимает вопрос о переименовании географических объектов и принимаются соответствующие документы. Почему? Потому что Ленин понимал, что наименование географических объектов это вопрос нравственного воспитания. Это очень простой вопрос, на первый взгляд, но и очень глубинный, связанный с тем, а с кого юноши и девушки будут делать свое житье? С тех людей, которые являются палачами русского народа, с тех людей, которые являются уничтожителями казачества, или с тех людей, которые внесли достославный вклад в историю нашей страны. И мы считаем, что такая дискуссия, начатая в прошлом году, она вполне назрела и является актуальной. Спасибо.